Приветствую вас. Я вижу проблему в том, лично я вижу проблему в том, что вы изменились за время вот этого переходного периода, который у вас сейчас, скажем так, длится, ну, за время того периода, что у вас нет бизнеса, да, и что вы вынуждены были полагаться на мужа своего, вот, хотя я не совсем, опять же, понимаю, почему нельзя было устроиться на работу, да, то есть, ну, понятно, что бизнеса нет, но деньги нужны, а вы почему-то предпочитаете, там, просить, грубо говоря, деньги у своего мужа, да, но при этом не работать сам, то есть, это вот то, что я бы сказал в такой момент, но поскольку труд – это право, а не обязанность, поэтому, соответственно, как бы мне представляется так, да, что, ну, требовать от вас, чтобы вы работали, ну, это, как бы, деструктивная, в общем, позиция, в целом, вот. Поэтому я думаю, что именно вот конкретно то, что изменилось, да, то, что изменилось, это вот то, что вы, значит, прошли определенный тренинг, вот, вы, вы прошли определенный, определенный тренинг, а, вы узнали, 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 познали, что мужчина должен приносить в дом деньги, вот, вы изменились, а он нет, вы стали более женственной, более мягкой, вот, вы хотели, начали хотеть, чтобы мужчина вам, ну, вас обеспечивал и так далее, а он, видимо, привык к тому, что вы такая вот, ну, больше, как, знаете, больше, как партнер для него, как партнер для него именно деловой, вот. И он, возможно, привык к тому, что вы, ну, требуете, он привык к тому, что вы, вот, всегда требуете свое, допустим, вот, он привык, значит, скажем так, занимать такую более пассивную роль, а вы начали хотеть от него, значит, больше активную роль, вот, а мужчина оказался к этому не готов, то есть, вот, объективно, да, объективно, мужчина оказался не готов к тому, что вы от него хотите, вот. К сожалению, понимаете, то есть, мужчина оказался не готов к тем перемерам, которые у вас произошли, вот. И вот здесь давайте мы с вами разберемся несколько подробнее. Значит, мучь дает деньги на расходы только под принудение. Это значит, что мужу не хочется на вас тратить деньги. Он говорит вопрос, а почему ему не хочется на вас тратить деньги? Устали напоминать и просить, но ведь деньги нужны вам. Так почему вы устали напоминать и просить? Такое впечатление, что вам нужны не только деньги, но еще и чтобы он это делал. То есть, тут помимо денег, помимо денег, здесь очевидно замешано какое-то еще желание. Может быть, потребность чувствовать себя женщиной, то есть, вы теперь не чувствуете себя женщиной из-за того, что муж вот так себя ведет с вами. То есть, тут, возможно, есть какие-то еще примеси в ваших потребностях, потому что устало напоминать и просить, это не разговор. То есть, если вам нужны деньги, тем более деньги на ребенка, то никакой усталости быть не должно. Если устали, значит, сами как-то себя обеспечивайте. Дальше, как вести себя с ним, чтобы прекратилось это? С одной стороны, вам необходимо его мотивировать, с другой стороны, показать, что вы без него легко обойдетесь. Пока он чувствует себя от него завис, и пока вы его не мотивируете это делать. А он не изменится, потому что, ну а какой мотив? Для чего, грубо говоря, вот для чего человеку, ну менять свою позицию? Вот для чего, зачем? Вот какая, ну какая цель у этого, да? То есть, вот, что он от этого, условно говоря, получит, получит. Какая выгода ему? То есть, вам понятно, а ему какая выгода от того, что он прекратит это? Дальше. Добрый день, замужем 10 лет, дочери 4,5 года, 1,5 года назад попросила мужа полностью обеспечивать меня. Хотя бы на небольшую сумму, поскольку мой бизнес разручен из-за рождения совместного ребенка. Новый проект еще не набрал силу, денег не было даже на еду. Ну, опять же, ничего сверх необычного в этом нет, в том, что вы просили своего мужа, значит, вас обеспечивать. Другой вопрос, что человек сам не захотел этого делать. Другой вопрос, насколько вы находились и находитесь в духовной близости с ним. Потому что просьба здесь и дальше, здесь и дальше просьба звучит как, знаете, как что-то, ну, как что-то такое, как бы вам так сказать, как что-то такое, чересчур, знаете, официального, что ли. Вот так вот, на мой взгляд, можно это представить. То есть, как будто бы не два любящих человека, вот как будто бы не два любящих человека, а как будто два человека просто, вот знаете, по необходимости какое-то вот это все делают. То есть, ну, если вы со своим мужем, например, планировали ребенка, да, то вы же не могли не знать, что бизнес разрушится. И муж, по идее, вам должен быть благодарен за то, что вы, значит, родили ему ребенка. Но он-то почему-то не благодарен вам за это. Понимаете? И ребенок его почему-то не волнует. Вот это вопрос о том, как вы устраиваете с ним свои отношения. Мы договорились на определенную сумму и на число. Вот опять же договор. Это соглашение, что у вас отношения по расчету. За это время я прошла тренинги женственности. Если не поняла все здоровые отношения, то когда мужчина приносит дом на обычай, вполне естественно ждать от него средств. Нет, это не здоровые отношения. Точнее, это не единственный вид здоровых отношений. Вот так можно сказать. То есть, существуют различные гендерные схемы, различные схемы отношений между мужчиной и женщиной. Существуют различные схемы. Понимаете? Различные. То есть, это не только вот та схема, которую вы, допустим, ну, которую вы озвучили. Это не только эта схема. Понимаете? То есть, это может быть и другая схема тоже. Я не щучил сейчас. Я серьезно говорю. То есть, у вас проблема в том, что вы ограничили себя вот этой только схемой. То есть, что здоровые отношения, это вот обязательно только такие, когда мужчина приносит там добычу. Но почему? Здоровые отношения, это такие, которые устраивают добычу. Если мужчина устраивает приносить добычу, он приносит. Если мужчина не устраивает приносить добычу, или если он не хочет, или если он не может, или если ему нужна, например, другая женщина, то там все происходит по-другому. А бывает и так, что, ну, мужчина не может у нас всегда быть. Знаете? То есть, вот вы взяли и загнали себя в жесткие рамки. При том, что, при том, что раньше вы, вероятно, думали по-другому. При том, что раньше вы, вероятно, считали иначе. При том, что раньше вы, вероятно, думали, что мужчина, он, ну, должен по-другому. То есть, вы, вероятно, в ином свете видели свои отношения с мужчинами. Дальше, муж дает оговоренную сумму, выглядит это очень странно за день, по его же бросьбе, я напоминаю ему об этом, потом на следующий день, потом еще так неделю, он все придумывает какие-то отговорки, значит, кто не хочет этого делать, то есть, для него это выглядит как принуждение, ну, это выглядит как принуждение, ну, соответственно, это означает, что ему не хочется вас обеспечивать. И спрашивать его о том, почему ему не хочется вас обеспечивать, не лучший вариант. Вам, вам лучше спросить, наверное, себя, почему мужчина не хочет вас обеспечивать, то есть, себя надо спросить. почему, как я себя веду, что меня мужчина обеспечивать не хочет. Ведь это, по идее, мой муж, это, по идее, мой, ну, там, любимый человек, да, по идее. А он не хочет меня обеспечивать. Вот почему так, да? Почему он не хочет меня обеспечивать? Вот это, то, что мне кажется, очень, очень важный момент. То есть, очень важно спросить себя об этом, не его, да? Дальше. Значит, когда я начинаю задавать вопросы, я принимаю его отговорки за чистую монету, оказывается, что с выручкой и продажей у него все в порядке, когда заканчивается скандалом. Вот здесь первое, пожалуй, такое локальное проявление вашей личной, скажем так, безответственности, потому что скандала не было бы, если бы, не скандалили вы. А если вы скандалите, если вы участвуете в скандале, то и скандал возникает. Тогда это вопрос, почему вы скандалите? Считаете ли вы, что ваша проблема можно и нужно решать, допустим, скандалом? Какой вклад вы вносите в этот скандал, то все очень важно. Он клянется, что это было последний раз, что он после первого напоминания будет давать деньги, но эта ситуация повторяется снова и снова. Я не очень понимаю связи между скандалом и тем, что он клянется, что это последний раз. То есть я не очень понимаю связи здесь. То есть если он клянется, что это последний раз, то по идее он раскаивается. Если он раскаивается, откуда и как, откуда и как, может быть, значит, ну, скандал. откуда может возникнуть скандал в таком случае, если он раскаивается в том, что делать. То есть вот для меня это на самом деле загадка. загадка. Для меня загадка вот этот момент. Этот момент для меня является непонятным. в том числе. Потому что, как бы, одно другое, да, исключает. Ну, как бы, заведомо. Одно другое заведомо исключает. Дальше идем. Так. Он клянется, что это было последний раз. Ну, опять же, здесь мой коллега Кудричев Игорь Леонидович правильно отметил, что его позиция напоминает позицию ребенка. Потому что он ведет себя как ребенок, как ребенок обещает, что этого больше не будет, а потом это все повторяет. То есть вам бы здесь не слушать его обещания, что это последний раз, например. А вам бы, вот знаете как, вам бы замотивировать его. То есть спросить себя, а вот почему он должен меняться? Почему он должен меняться? Почему он должен вести себя по-другому? Почему? почему я решила, да, почему я решила, что он должен вести себя и нас, например, что изменится, а вы здесь, как бы, вот какой момент, ну, один из ключевых моментов, что вы ждете, вы ждете от него, что он изменится, вот как бы просто, то есть ничего не будет происходить, а он изменится, сам по себе, понимаете, вот, ну, вот так это не работает, то есть, как бы ничего без ничего не бывает, то есть обещания, они пустые, если человек не предлагает что-то поменять в своем поведении, хотя бы, вот, поэтому тут опять же вопрос к вам, почему вы верите его обещаниям, такого типа, снова и снова, при этом ничего не меняя в своем поведении, ничего не меняя в его поведении, то есть, ну, не видя перемен в его поведении, дальше, а, так, эта ситуация повторяется снова и снова, его не заботишь, что мне нечего есть, а, и вот нужно спросить, почему себя, не его, почему, почему, как я веду себя, и что его не заботишь, что его не заботишь, может быть, он думает, что я сам сам отправлюсь, а почему он думает, что я сам сам отправлюсь, как я себя веду, после холодильника нечем кормить ребенка и его самого, а ребенка, вот, вы опять же, спросите себя, почему ему на ребенка плевать, ведь это же его ребенок. А ему плевать на ребенка. Он приходит с работы, так, варит макароны, жарит лук, смешивает все это с большим количеством масла и поедает. У меня такое ощущение, что вы как-то к этому, ну, с обращением неким относится. Вот у меня такое ощущение возникло. Понимаете? Дальше. Я чувствую постоянный страх и тревогу за завтрашний день. Правильно, потому что вы полностью почему-то зависимы от человека и ничего не делаете для того, чтобы это зависимость снизить. Не хочется заниматься с ним любовью. Опять же, вы не чувствуете себя в безопасности, поэтому не хочется заниматься с ним любовью. Я не думаю, что ваш муж изменился. Я думаю, что он такой, в принципе, каким он и был всегда. Вот. Моя мысль еще раз заключается в том, что изменились вы. Вы поменяли. И вы ждете от него, что и он поменяется. Но на самом деле, ждать перемен от него, ну, на самом деле, не стоит. Потому что, ну, он, он может измениться, он может измениться, но он не обязан этого делать. А вы ждете от него перемен от него перемен от него. Дальше. Значит, так. Ну, не хочется заниматься с ним любовью. Я не готовлю ему, не стираю, не убираю. Я отсылал свой кабинет, купил ему матрас. На какие интересные деньги? Если денег у вас не хватает. Вот интересный вопрос. То есть, звучит это примерно так. Раньше я обеспечивал себя сама и считал, что это нормально. Теперь, теперь я считаю, что обеспечивать меня должен муж. Вот. Но я не принимаю его отказом. То есть, я решил, что он должен меня обеспечивать, и отказа я не принимаю. То есть, я решил, что он должен меня обеспечивать, всё, он должен меня обеспечивать. Вот. То есть, мне видится ситуация, ну, вот, наверное, в такой мне видится ситуация. В этом мне кажется ваша ошибка, что вы убеждены, что муж должен вас обеспечивать только потому, что вы так решили. Только потому, что вы прошли курсы по женственности. Тут вопрос о том, насколько вы женственность правильно понимаете. На мой взгляд здесь женственность проявляется довольно однобоко. Дальше. Я устал ждать, когда этот мужчина наконец-то возьмет ответственность за мою безопасность и начнет обо мне заботиться. А почему он должен это делать? Скажите, почему он это должен делать? А если он не хочет? Как долго вы готовы ждать? Как долго вы готовы зависеть от него? Как долго? Я устал их вот это носить, он не интересуется моими чувствами и дает мне эти деньги под принуждением. Опять же, почему он не интересуется вашими чувствами? Почему? Это надо спросить себя. Может быть и вы ведете себя как-то так, что ему ваши чувства не интересны. Знаете, какая штука? То есть вы требуете от него чего-то постоянно, но вы не спрашиваете себя. Вы не обращаете внимания на себя. А это очень важная история. Очень важный момент на самом деле. Понимаете? То есть это очень важный момент. Спросить себя, почему так именно у меня, именно со мной так почему возникает. Вот. Понимаете? Такая штука. Ага, вот в принципе, в принципе, в принципе, то, что можно было бы вам сказать. Да. Дальше. Так, при этом он просит, чтобы я ему готовил. Ну, опять же, здесь важен контекст сам. То есть не то, что он просит вас готовить. Это странно. Это странно, что мужчина просит вас готовить. То есть, как будто, вот знаете, вы от него что-то требуете. А он смотрит на вас. Смотрит на вас. И, значит, тоже начинает что-то от вас спросить и требовать. Вот такое у меня возникает ощущение. Вот я честно вам скажу, да, у меня такое вот такое отношение, что вы человека попросту, как сказать, попросту научили. Научили, значит, требовать. То есть не принимать с благодарностью, например, то, что может дать другое, а именно требовать. Ну, это, на мой взгляд, довольно негативный момент. То есть это говорит о том, что духовно с мужчиной, да, вы не близки. Так, я начала готовить, а только оказалось, что я делаю на тех троках, которые называются моими расходами. Ну так, а почему есть ваши расходы? То есть у вас изначально раздельный бюджет. Раздельный бюджет изначально означает, что между вами нет доверия. Вот и вопрос, почему между вами нет доверия. Так, по факту он дает мне деньги на мои расходы, но они уходят не мне, а на его питание. Ну, вот знаете, здесь, что называется вам, так сказать, нездоровый эгоизм. То есть, изначально, изначально вы о себе не позаботились, изначально вы себя не обеспечили, изначально вы, допустим, к рождению ребенка в контексте своего бизнеса не подготовились, и теперь вы переживаете по поводу того, что деньги уходят не вам. Хочется спросить, а как бы, ну, почему деньги должны, вот, должны деньги уходить вам? То есть, почему они должны уходить вам именно? То есть, я понимаю, я понимаю, что вам что-то нужно. Я это понимаю, прекрасно. Но почему они должны уходить именно вам? То есть, как бы, вот, такое ощущение, да, что каждый, каждый раз думает только о себе. Причем о себе он думает в ущерб другому. И в ущерб, что, ну, что важно, в ущерб себе, что тоже. Вот. Понимаете, какая, 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 какая сторона. Вот. Вот на, на это все необходимо обратить вам внимание. Дальше. На его питание. Я отказал от этого и попросил давать деньги на его питание отдельные суммы. Он согласился. Ну, вот прошел оговоренный день, и денег нет. Ну, и, как бы, значит, не готовьте. Не готовьте и все. Я думаю, что вам вместе с мужем нужно на консультации обратиться и вместе вдвоем обговорить вообще, что является проблемой. Ваши все. Ваши именно все. И, ну, именно семейные проблемы. Вот. Это, мне кажется, то, что, то, что сделать нужно. А уже потом, в ходе беседы, я думаю, выяснется то, что у каждого из вас, то есть, ну, какая проблема у каждого из вас. Вот. И уже с этим можно будет работать. Я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Аноним. То есть, вы что хотите? Мой коллега, опять же, Кудрячев Игорь Леонидович, совершенно справедливо сказал о том, что мы не переделаем вашего мужа. Ну, мы не можем этого сделать. Вот. Вы можете изменить свое поведение. Да. Вы можете изменить, ну, свою модель поведения. Вот. Вы можете это сделать. Если у вас есть такое желание. Вот. Если вы в глобальном смысле поймете деструктив, деструктивность своего, ну, свои текущие, свои текущие модели поведения. Вот. Если же вы придерживаетесь, например, идеи о том, что мы должны поменять вашего мужа, то нет. Мы не можем поменять. Что делать? Ну, вам нужно заниматься собственной, снижением собственной зависимости от него. Это первое. Вам нужно больше уделять внимание в себе, в своей самооценке. Да. Вот. И, наверное, больше ответственности за саму себя не всти. Вот. Более осознанно, скажем так. Так. Дальше. Спрашивала. Почему так странно себя отведет? Он же сам не понимает причину своего поведения. Ну, он просто не видит вас, женщину, на самом деле. Он просто не видит вас, женщину. Вы, очевидно, для него не выглядите именно как женщина. Вы для него выглядите как, скорее, та, кто справится с проблемами. То есть, по сути, мне кажется, что вы не умеете быть слабой. Вот мне кажется, что вы не можете быть слабой. Вы не привыкли быть слабой. Вы не умеете показывать в этом смысле, да. Вот вы не умеете показывать свою слабость. Вот. Вот мне видится ситуация, ну, наверное, такой. Мне видится ситуация. То есть, вам необходимо, жизненно необходимо учиться, учиться, правильно выражать свою слабость. Правильно выражать свою слабость. То есть, делать это, условно говоря, ну, конструктивно. Вот. Чтобы это было понятно, допустим, мужчине, чтобы это было понятно вам. Вот. Но при этом выражая свою слабость, очень важно, да, не полагаться полностью на человека. Не растворяться в его активности, которая может быть и которая, вместе с тем, может не быть. Что нормально. То есть, вот, курсы женственности вы прошли, да, и почему-то увидели только возможность требовать, возможность ждать чего-то, но вы никак свое поведение не подкорректировали. То есть, оно у вас, по важному описанию, просто переносло в пассивность. Вот. Дальше я говорю, не умеет заботиться и хочется разобраться в себе. Ну, опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Можно, можно предположить, что мужчина действительно, действительно не умеет заботиться. Ну, тут вся тонкость в том, что изначально заботиться никто не умеет, ну, потому что не всегда есть возможность, да, заботиться о, ну, о ком-либо. Не всегда такая возможность есть. Вот. А, поэтому, поэтому, я бы сказал, что заботиться нужно хотеть. Понимаете, какая штука? То есть, либо я хочу заботиться о ком-то, да, либо я заботиться не хочу. Вот, ваш мужчина заботиться скорее не хочет. Он скорее не хочет заботиться. И вопрос здесь только один. Как сделать так, чтобы он захотел заботиться? А мой мужчина не захочет о вас заботиться. Это тоже нормально. Значит, тут нужно анализировать, как вы жили все эти 10, например, лет, да. Вот. Тут нужно анализировать, почему только спустя 6 лет у вас ребенок появился, да. Насколько это было сознательно, зрелое решение. Вот. Ну, и так далее. И так далее. Понимаете, то есть, вот эти все вопросы, да. Как он отнесся к ребенку, как он с ним взаимодействует, как он с ним общается, общается ли он с ним. Всегда ли ваш муж такой был? Если он не умеет заботиться, как вы можете требовать от него этого, да. Ну, и так далее. Чем он вас привлекал, например, да. То есть, вот вы же его, по идее, любите? А, любит. Вот сейчас ничего не осталось. Вы его не видите как лично. Своего мужа. Вот. Вы видите, вы видите в нем только какой-то, вот знаете, источник, ну, того, что он должен. Вам. Вот. Понимаете? Вот. В таком случае важно понять, на чем выстраиваются ваши отношения, в таком случае, именно на чем они выстраиваются, потому что, ну, не очень понятно, в таком случае, что вас удерживает у них. Если не любовь, не желание делать друг друга счастливыми, не принять, допустим, ну, не принять себя, там, такими, как и вы, как и вы, вот. Главное во всем этом, главное во всем этом отказаться от идеи человека переделать. И главное во всем этом больше внимания уделять на себя и больше ориентироваться на себя, потому что вы говорите, что проект у меня есть какой-то, он не набрал сил. Так, соответственно, у него нужно вливаться. А у меня такое ощущение складывается, я опять же могу ошиваться, наверное, у меня такое ощущение складывается, что вы как бы, как сказать, все свои ресурсы, вот все свои ресурсы, у меня такое ощущение сваливается, тратите на конфликт. Сейчас смотрим, вот такая у меня, такая у меня картинка видит. Я могу ошибаться, в этом безусловно могу ошибаться, но видится у меня именно, именно так, и если это так, то вот это нужно, именно это нужно в первую очередь корректировать вам, понимаете. Вот, наверное, наверное, так я мог бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова